В общем, тут получился максимально спонтанный видос, вот у вас тут на фоне котики будут, но при этом максимально информативный. И как бы какова предыстория, мы с Рисёнком делаем игру, получается. Ну вы эту машину должны знать, что мой видос из Game Jam, кто не смотрел, посмотрите обязательно. Также все ссылочки на Рисёнка будут в описании. И он решил, значит, поиграться с защитой от щитов, а я такой, давай видос запишем, и в принципе вот так вот и зародился этот спонтанный видос, и если вам это зайдёт, то в принципе можем продолжить. И может быть это будет моя новая рубрика на канале. А так, по-моему, получилось прикольно. Короче, чтобы защитить эти монетки, которые у нас хранятся в Инд, ну вот на примере, у нас вот на камере висит финансовая система, где мы обновляем эти монетки, и в целом запустим проект. Вот мы, допустим, 91 штучку сделали, 91 пишем, ищем, потом у нас число меняется, мы снова ищем 103 отсевом, вот у нас уже совсем немножко осталось. Теперь 124, 124 отсев. Вот он, наше значение, мы его меняем на 999, там, пофиг сколько. Оп, всё, у нас уже изменённое в игре число, этими читерами, читеры могут вообще пользоваться с лёгкостью. Но, но, можно сделать очень простую защиту. Мы создадим новый элемент, назовём его ProTagInt. Пусть будет. И мы должны обязательно подключить usingSystemRuntime. Там есть очень интересные функции, которые нам очень хорошо и очень сильно пригодятся. TextInternal меняем на public. И пишем, приватный, обязательно, byte, массив, будет написано value. Потом мы создаём конструктор, ProTagInt, пихаем сюда наш int value и пишем публичный int get value. Это у нас будет чисто getter, который будет возвращать нам наше число. Но число мы зашифруем сейчас. То есть мы пишем value равно bitConverter. Вот нам Visual Studio уже подсказывает getBytes. И вот он нам преобразует int в массив байтов. И то же самое наоборот. Мы этот массив байтов через bitConverter, bitConverter, int32, вот так вот переобразуем обратно. Абсолютно лёгкий скрипт в нашей системе финансовой. Мы прописываем здесь ProTagInt. Сюда уже мы не сможем запихнуть число. Мы прописываем здесь new, вот таким образом. И как бы он нарисует экземпляр объекта. Здесь мы получим getValue, чтобы получить коины. А здесь наоборот мы пропишем то же самое new, вот таким вот образом. Всё, сохраняем этот скрипт. И теперь посмотрим, что с нашей финансовой системой получится. Что у нас там будет. У нас монетки точно так же начисляются, всё нормально. Точно так же абсолютно преображаются и видно их. Но суть в том, что у нас 195. Новый поиск. Поищем. Потом у нас число поменялось. 2, 2, 2. Отсев. Всё, по отсеву мы уже ничего не можем получить. Потому что это у нас в целом не число. Мы храним его не в целочисленном виде, а в виде байтов. Массива байтов. Поэтому оно так и как бы... Короче, это круто. Это реально круто. Но это только малая часть из того, что я могу рассказать по поводу защиты игры от читов. Я потом, во время того, как будем писать игру, с Никитой будем расписывать, что тут можно вообще, как защититься. Вот этот метод, вот этот метод, getCoin, это провальная штука. Ну, во-первых, не get, а set. Причём не set даже. Короче, у нас будет интерфейс. Через этот самый интерфейс мы сможем как раз-таки получить наши монетки, которые мы хотим защитить. Причём мы напишем интерфейс, условно. Ай, да пусть будет gift. Коробка. Нет, ящик. Ой, с придумыванием имён это, конечно, ещё то. А, трофей, трофей. И обязательно, обязательно его сделать интернал. Почему интернал? Что такое интернал вообще? Это как раз-таки тот же самый приват, но им можно пользоваться внутри библиотеки. Если кто-то знает про проекты, про вот такие вот штуки по типу вот моего твинера, который хранится как отдельный проект, сборка. Здесь у меня очень много всяких штуковин, которые вот хранятся под этим приватным словом интернал. Это означает то, что вне сборок мы не можем использовать эту штуку. То есть мы этим как бы защищаем наш проект от внешнего воздействия. То есть внешне такой интерфейс реализовать нельзя будет. Этим самым мы и защитим нашу игру от того, что мы можем вообще в целом. Так, мы здесь прописываем int get coin и int get tar. Star coins. И прописываем это таким образом, чтобы был именно getter. Это всё должно быть getter. И в финансовой системе мы получим get трофей. Set трофей. Пусть будет set трофей. Он как бы понятнее, что типа мы сюда запихнём i-трофей. Вот таким вот образом. И из-за того, что у нас вот приватный set coin, мы можем сделать вот таким вот образом. Трофей coin. Интернал. Так, какой интерфейс? Интернал. Вот так вот образом. Это у нас что? Get coins. Этим самым мы защищаем от внешнего воздействия. Извне уже читер, если он знает C-Sharp, он уже не сможет вот этот вот метод вызвать. А тем более создать реализацию вот этого интерфейса вне сборки. Ну вообще, ну никак не может. В принципе, всё. То есть, когда, допустим, мы в игре заканчиваем уровень, насчитаем эти монетки в уровне. Этот уровень у нас будет сохранён в виде, точнее, реализовывать этот интерфейс i-трофей. И этот i-трофей мы будем в конце игры сетать вот сюда. Тем самым мы как бы защищаемся от внешнего воздействия. Я закончил. Ну и если вам зашло, буду теперь постоянно вот так вот видосы заканчивать и начинать тоже, то обязательно подписываемся на рисёнка, смотрим его видосы. Ну а так, пишите, зашло вам не зашло. Если зашло, то, в принципе, можно продолжить. А так, всем, кому мы были полезны, подписываемся на канал, ставим лайки, оставляем комментарии, заходим в Telegram, вот по QR-коду или в описании. Можете поддержать меня на Boosty, так же там эксклюзивный контент выходит. И до скорого.